Это я как доктор говорю. А сейчас я нашла очень хороший рецепт, кстати, с удовольствием поделюсь. Рекомендую. Очень рекомендую, да. Милые дамы, господа, друзья, если так случилось, что выпивка неизбежна, пейте абсолютно с чистой совестью, но параллельно с этим пейте много воды, обычной воды, не газированной, просто обычной воды. Если вы пили 50 грамм крепкого напитка, ну, выпейте вы 150 грамм воды. Если вы пили бокал вина, ну, выпейте еще просто стакан воды. Обязательно. Алкоголь должен сочетаться с достаточным количеством влаги. Это не будет высушивать клетки вашего головного мозга, это не будет вашей головной боли на следующее утро, не будет сердечными всякими кувырканиями и так далее, и так далее. Просто пейте много воды. Вы говорите, как врач. Это я как доктор. Не только, не только. Ну, во-первых, про ваше медицинское прошлое. Не буду спрашивать, быть может, как там и чего. Есть ли какой-то вот отпечаток и наследие вот в чертах характера, может быть, восприятие жизни, восприятие окружающих? Ой, так все прямо вот через призму. Через призму знания человеческой натуры, насколько это возможно было. Потому что, ну, смотришь на человека, иногда на многих лицах видишь там отпечаток с десяток всяких диагнозов. Понимаешь, что вот ему, наверное, трудно живется, и, в общем, к человеку же относишься более снисходительно. Вот. Ну, очень помогли мне эти знания. Я вообще очень рада, что я закончила институт и как-то вот прикоснулась к этой науке, очень уважая людей, которые работают, потому что не сладкий труд. Вот. И надо быть, конечно, очень сильным человеком, очень добрым, широким. Ну, вот я, честно говоря, я преклоняюсь перед врачами, работающими, практикующими врачами. Ты закончила медучилище с золотой медалью. С красным дипломом. Там медали не выдают. И все-таки выбрала слизью музыкальной деятельности. Что тебя подтолкнуло именно сделать этот шаг? Ну, страх, несостоятельность и нерешительность. То есть я не взяла на себя ответственность идти по этой профессии. Сначала ее так основательно освоить, а потом понять, да, что это не... Нет, это мое. Я знала, что это и мое. Но мне было страшно взять на себя ответственность за чужую жизнь. Вот в таком ракурсе. Поэтому я после медучилища так боялась работать за тенец сестрой, хотя ничего не стоило, что я со страха поступила в педиатрическую академию, когда еще в институт. В итоге стала врачом. Потом еще сильнее испугалась. Я даже совсем ретировалась и просто сбежала из медицины и стала лечить другим способом. Я догадываюсь, музыка. Ну, конечно. Светлана, скажите просто, каждый человек может научиться петь? Или есть такие, у которых медведь на ухо наступил и все? Значит, я заявляю категорически, что каждый человек может и просто обязан петь, особенно по утрам. Понимаете, все дело в относительности. Просто если кто-то не воспринимает, что и как ты поешь, это его проблема. Понимаете, да? Да. Поэтому я считаю, что каждый человек может петь. А вот скажи, мы оба с тобой медики по образованию. У меня как-то есть ощущение, что все не зря. Да? Что я почему-то, почему-то вот... Узреваешь в этом какие-то знаки. Да, да. Вот скажи, что медицинское образование дает человеку? Слушай, мне кажется, очень много дает. Представление о жизни. О ее хрупкости. О ее хрупкости и ценности. Вот. Об ее красоте и уникальности. Я сейчас уже начинаю говорить о глобальном, да? А я как раз это и хочу. Вот. То есть о красоте жизни. То есть чем, конечно, дальше становлюсь старше, тем больше и больше начинаю убеждаться, что, наверное, вот без этого товарища не обошлось. Ну, какая красивая, как красиво выстроена система. Начиная с какого-то элементарного уровня, там, одноклеточного, заканчивая самыми сложными какими-то структурами, композициями, вот, в виде нас с тобой, человеков. Вот. Потрясающе. И в то же время, какая хрупкая эта вот штука человека. Как показала, насколько показала. Да, да, да. Жизнь часто стоит в каких-то ситуациях, когда ничего с этой ситуацией не приходится делать, а только просто ее принять и как-то вот, ну, максимально достойно выходить из нее. Еще вопросы? Нет, с болью все в порядке. Ну, что, с болевым, как это называется, уровень болевой чувствительности я достаточно высокий. Я чертовски живучая. Светлана, вот это помогает при переломах, это... Ах, спасибо. И ничего, ах, спасибо. Все прекрасно знают, чем заканчивается жизнь, рано или поздно, она все равно закончится. Ну, не надо огорчаться, гнать прочь черные мысли. Это серьезный духовный, душевный труд. Я вообще думаю, что медицина и наука дойдет до такого, так сказать, состояния, уровня развития, что люди перестанут бояться старости, перестанут бояться смерти. И вообще все до последнего будет очень осознанно и очень энергично. Могу показать вам отличное упражнение. Смотрите, вот представляете, у вас нет большой площади, но вы можете остаться один, хотя бы в каком-то туалете, да? Вам нужно себя тонизировать. Есть отличная поза, всадника называется. Максимально широко расставляете ноги, выпрямляете спину, замыкаете руки в кольцо, максимально напрягаете все здесь, здесь и здесь. Простойте так хотя бы минуту, а лучше две, но постепенно. У вас окаменеет все, задница просто отвалится. Вот, но это отлично тонизирует. Меня научили друзья из Рубалтики, из города Риги, я очень благодарна этим людям. Вот, и когда совсем вот просто ты ограничен в пространстве, во времени, ты делаешь это упражнение хотя бы несколько раз в день. У тебя, ну, мне это помогает реально. Проще не придумаешь. А скажите, как должен закончиться день, чтобы вы сказали, ааа, вау, это мой самый лучший день? Ну, вы же знаете. Не вас знаю? Я не знаю. У вас что-то, это что-то вас связывает, да, что я не знаю? Вот если меня накатывают, я вот на все плюю, я полностью отдаюсь всем грехам. Сот, ничему тебя жизнь не учит. Абсолютно. Вообще. Ну, знаешь, иногда из таких попоек бывают очень классные, рождаются идеи, и знаешь, я вот, вот, бывают очень яркие моменты, и они именно складываются из таких дружеских попоек. Нет, ну, дальше не будем развивать, но в том числе, так скажем, такие вот перезагрузки, ресеты, периодически, конечно, нужны. Это я как доктор говорю. Это, вот, это и можешь, имеешь моральную ответственность. Следующий вопрос. Вы верите в сказки? Ну, конечно, верю. Вообще, просто полная чудесная, кажется.